В эти дни Украина вспоминает защитников Донецкого аэропорта. Три года назад они выстояли против многочисленных атак врага. Не выдержал бетон, аэропорт рухнул. Сегодня в Киеве Министерство обороны и Генштаб вручали награды родным погибших киборгов и вспоминали те легендарные 242 дня обороны Донецкого аэропорта. 242 дня украинские воины держали оборону Донецкого аэропорта. Они стали легендарными. Враг окрестил их киборгами, ежедневно накрывая позиции украинских защитников сотнями снарядов. А они под прицелом врага и обстрелами совершали ежедневный подвиг. С конца мая боевики и российские спецподразделения регулярно атакуют позиции наших защитников в аэропорту. Максим Грещук, мобилизированный десантник в составе 122 батальона оборонял аэропорт. Благодаря его данным были ликвидированы минометные расчеты противника. В аэропорту он оставался до последнего. Все дни, они, так знаете, очень сильно ввелись в память. Очень вспоминается все. Вспоминается, как выбухали снаряды. Как вижу, как перед тобой наша техника взрывалась. Наши хлопцы гинули, ты ничего не можешь сделать. Взлетная полоса, дорога жизни, так ее называли защитники аэропорта. Единственный путь, по которому из соседних Песок бойцов на ротацию завозили БТР и эвакуировали раненых в безопасное место. Ее постоянно держали под прицелом боевики. Каждый выезд на взлетку мог стать дорогой в один конец. Но водители БТРов и пулеметчики выполняли поставленную задачу. Гереческие люди. Было такое, что, например, завезли в воду боеприпасы, возвращались назад, не доехали до Песок. И уже по радиостанции есть тяжелые 300, и надо срочно разворачиваться. Они под огнем разворачивали, сразу же ехали, забирали. Среди фото погибших командир находит и своего бойца, который погиб во время одного из таких обстрелов. При взятии высоты возле взлетной полосы тогда Сережа погиб в БТРе. В зале те, кто обороняли аэропорт. Родные тех, кто не вернулся. В дни памяти о защите ДАПа их вспоминают поименно. Минута молчания перерастает в четверть часа. Не можем забыть последние дни. Не только последние дни, все дни, когда мы не вернулись наши парни с боем. Когда эфир начал утихать, и мы понимали, что там великая беда идет. Три года спустя сами защитники до сих пор не могут найти объяснение, откуда брались силы, чтобы выстоять. Когда первый раз было так, что ты не можешь дыхать, ноги трусятся, когда ты первый раз попадаешь под обстрел. Потом адаптовываешься. Подняться после потерь, воспрять духом помогали детские письма. Те, ради кого стояли щитом наши бойцы. Когда все помогали, писали, звонили, нам казалось, что вся Украина вместе с нами. Сгинуть наши вооруженки для кросса на солнце! Огонь! 13 января падает символ обороны ДАПа, диспетчерская башня. Через неделю боевики подрывают перекрытие нового терминала. Киборги выстояли, не выдержал бетон. Так в историю этой войны впишут страницу защиты Донецкого аэропорта. Ирина Баглай, Сергей Ведмить. Подробности телеканал Интер.